Я услышал фразу от одного из офицеров. Говорит, знаешь, много вопросов. Год, ну, любая война идёт не так, как она планировалась. Что Великой Отечественной, любая. Войны всегда живут своей особой жизнью. То, как мы за год перестроились, как мы развернулись, что мы делаем, вызывает глубочайшее уважение и слава благодарности этим людям, которые это делают. Но вот что мне говорит он. Говорит, если увидите Верховного, вы ему только одно скажите. Я говорю, что сказать? Спасибо, что у него хватило мужества это начать. Иначе, говорит, было бы нельзя. Говорит, правильно, что мы это начали. Правильно. И у меня нет вопроса к этим нацистским сволочам. Они нацисты. Сначала они лишают евреев таких, как я, собственности в Италии. Нам, евреям, не привыкать, когда европейские нацисты нас лишают собственности. Они пытаются заткнуть нам рот. Нам не привыкать. Да, у нас для мирного времени она была великолепной армией. И парады шли, и мы прекрасно справлялись с врагом. Просто уничтожали врага на учениях. Брали Рейхстаг. Боеприпасы нам как не давали, так и не дают. Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. Боеприпасов и не дают вообще. Если бы соответствующие лица подготовили армию и делали все, что они обязаны были делать последние 10 и более лет, то ЧВК «Вагнер» вообще было бы не нужно. А когда закончатся все «Вагнеровцы», тогда, вероятнее всего, «Шайгу» с Герасимовым автоматы должны будут взять. Должностных лиц высочайшего ранга в Министерстве обороны ответственных за поставку боеприпасов необходимо привести в чувство. С 1941 по 1945 год, могу сказать, таких начальников и генералов ждало бы высшего мера. Не хватает артиллерийской мощи. У них своя артиллерия, работает в интересах штурмующих артиллерия вооруженных сил Российской Федерации, то есть у них налажено взаимодействие. Любой фронтовик знает, что на фронте есть проблема с БК. Об этом почему-то не знают некоторые из чиновников. Многие говорят так. Были бы боеприпасы сейчас артиллерийские, сейчас бы уже поактивнее это делали. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире.